К нашему эфиру присоединяется Иван Ступак, военный аналитик. Иван, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро, студия. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что откликнулись в столь раннее время. Иван, по поводу производства оружия, в частности снарядов в Украине, нам это уже нужно на сейчас, но их производство, это получается, что будущее? Или все-таки это может быть настоящим? Ну, смотрите, нам это было нужно еще на позавчера, даже если так уже поиграться словами. Я, к сожалению, пока далеко от того, что эта техника будет собираться в ближайшее время. Если генеральный директор Райл Металл сказал, что это будет по отдельным единицам, это конец, ну, это середина 24-го года, отдельно это 25-й год, а накладывайте сюда какие-то там издержки, усушка, утруска, что-то не получилось, если что-то отказалось, то это реально может затянуться еще плюс 2-3-4 месяца. Поэтому, к сожалению, здесь пока я не вижу каких-то особых оптимистических ноток, что ну вот там через 2 месяца начнут. Правда, это вещи очень трудные в плане чего? Организовать предприятие, набрать персонал, обучить персонал. Ну, мы же понимаем, как немцы подходят скрупулезно, они никогда не скачут шашкой, ура, берем кого попало, да, ставим, где попало-то предприятие, делаем, как попало. То есть они очень скрупулезны, поэтому может, к сожалению, затянуться на какое-то время. Пример Рейн Металл все-таки очень показателен и полезен для Украины и всего мира. Он показывает, что с Украиной можно и нужно иметь дело. И если не прямо вот сейчас для всех, то с окончанием войны наша страна точно может стать очень интересной в плане инвестиций в сферу военно-промышленного комплекса. Можете об этом рассказать? Насколько действительно это так? Насколько мы можем ожидать больших поступлений и инвестиций, когда война закончится? Это, наверное, главный вопрос. Вот об этом, пожалуйста. Ну, смотрите, тут классическая история. Спрос и предложение. Все прекрасно понимают, что украинские запасы вооружения, они закончились, да. Окей, по каким-то позициям еще, может, у нас есть на складах, но в большинстве случаев закончилась. Мы просто категорически нуждаемся в поставке боеприпасов из других стран. Техника нужна. К сожалению, за несколько лет до начала войны российские диверсионные группы уничтожили несколько огромнейших складов. Хотя казалось, что столько складов, там просто невероятное количество боеприпасов можно годами везти. Оказалось, нет. Все припасы заканчиваются. И многие страны, многие производители прекрасно осознают себя, что Украина станет большим потребителем разных боеприпасов. Начиная от просто пистолетный патрон, заканчивая какими-то большими-большими крылатыми ракетами. И вот разместить производство здесь, что это даст иностранным производителям? Это дешевая рабочая сила. В сравнении, конечно, с Германией, где оплата в евро, где серьезная страховка, где налоги большие. То есть здесь можно что-то выиграть. Понятно, что украинский бюджет в ближайшие годы по-хорошему, это так правильно, должен быть заточен в первую очередь на войну, в вторую очередь на восстановление тех разрушений, которые у нас в результате этой войны произошли. Понятно, что они все ставят бюджеты, что украинское правительство будет закупать. И не только украинское. Все страны увидели, что западное оружие намного, в десятки раз лучше, чем даже, ну, намного дешевле, да, российские аналоги. Но точнее, оно эффективнее, оно более результативное. Поэтому и Болдову будут покупать, и Польшу будут покупать, и Армения будут покупать обязательно. Иван, по поводу производства оружия наших партнеров, Соединенные Штаты Америки в ближайшие годы увеличат производство артиллерийских боеприпасов в четыре раза. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также отметил, что высокие темпы использования артиллерии в Украине убедительно доказывают необходимость больших инвестиций в разработку боеприпасов. То есть, получается, не только в Украине, да, производство боеприпасов будет расти, но и в США. Неужели даже в США появился дефицит с боеприпасами? Ну, они просто поняли, что... Смотрите, в чем нюанс большой? До последнего времени, до 20-х годов, считалось, что... Ну, артиллерия, ну какая артиллерия? Ну сколько там? Ну, 30-40 километров у нас стреляют. Ну, окей, это могут быть эксклюзивные образцы, чуть больше. Но в среднем это 30-40 километров, некоторые там даже до 20, да, советские образцы. Казалось, ну куда, я вас прошу, у нас такие ракеты, тут все прилетает, все бомбит красиво. Как оказалось, такая война возможна. И причем на истощение, вот у кого больше снарядов, тот и чемпион, да, тот и победитель, либо в каком-то локальном сражении, либо вообще в боевых действиях. И США поняли, что так, нужно сюда вкладывать деньги, причем хорошие деньги. К сожалению, быстро это не делать. Вот посмотрите, видите, вот на ваших кадрах, какие станки. Эти же станки нужно изготовить, эта линия, да, ее нужно заказать, запроектировать в ней, потом заказать, оплатить. Она может делаться где-то год, да, потом, пока ты закажешь не боеприпасы, а металл для снарядов, какие-то редкоземельные металлы для электроники, порох закажешь. Ну, там серьезная такая линия, большая, огромнейшая, если мы говорим только за один завод. И это может стоить там 30-40 миллионов евро, просто как с куста, вот просто вот. Поэтому тут нужно вкладываться и большие деньги ассигновать на долгие бюджеты. То есть сегодня то, что вкладываются деньги, они могут начать работать только года через два, через три. Поэтому это долгий процесс. А насколько быстро и вообще насколько западный ВПК может нарастить темпы производства снарядов и других видов вооружений до того уровня, чтобы полностью удовлетворить и свои потребности, ну, склады условно забить. И самое главное, передать Украине все, что нужно сейчас и в том количестве, которое нужно для отражения российской агрессии. Сложный вопрос. Смотрите, у нас большой вопрос, даже нисколько в амуниции. Так, в амуниции, да, вот техника, боеприпаса, этого не хватает. Но самое, к сожалению, слабое место – это люди. У нас мы несем потери, это нужно признавать, нужно об этом говорить. Людей у нас, ну, все тяжелее и тяжелее набирать. Это тоже нужно признать, это не секрет. Поэтому даже если нас сейчас завалят боеприпасами, то будет, ну, не то, что ура, у нас там есть два миллиона снарядов, а все, мы сейчас победим уже, то победить не станет этого легче намного. То есть, да, это будет проще немножко на каких-то моментах, да, где-то можно перекрывать российские снаряды. Но есть у России авиация, к сожалению, в воздухе она господствует, а без авиации мы ничего не можем сделать. То есть наши военные, когда продвигаются, над их головами находятся российские вертолеты, российские ракеты, шахеды, маджихеды, что угодно, самолеты. То есть нам нужно в комплексе все-все-все. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен быть готов к плохим новостям из Украины. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD2. Мы должны быть готовы к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно, и мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. И нынешняя война, война на истощение, это битва за эффективность и битва за логистику. Как бы вы прокомментировали это заявление Столтенберга? Да, смотрите, я не считаю, что это супер-супер плохие новости. Когда он говорит плохие новости, это не значит, что там все пропало, все сломалось. Я склоняюсь больше к такой мысли. Все от Украины ожидают позитива. Прорыв там, прорыв здесь, побежали туда. Скорее всего, Свинс Столтенберг говорит о том, что таких прорывов больших масштабных, которые ожидают США и Евросоюз, их может не быть. Вот это он имеет в виду плохие новости, что придется где-то остановиться. Да, могут быть и супер-классные новости, но он также призывает нас, пожалуйста, не надо ожидать, только позитив. Могут быть вот такие неприятные новости. Мы должны не расстраиваться, не опускать нос, а еще больше помогать Украине. Такие заявления, в принципе, логичные, актуальны, никакого предательства Украины здесь нет. И мы должны это нормально воспринимать в середине страны, потому что, к сожалению, за последние полтора года, именно полтора года, мы себе это взрастили. Вот только один позитив должен идти со всех щелей. Ну, не может такого быть. Везде бывают и негативные моменты, поэтому должны готовы быть ко всему. Ну да, это на самом деле настоящая война. Это не реалити-шоу и не голливудский блокбастер. Это война, где гибнут реальные люди, как на фронте, так и в мирных городах. Иван, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Иван Стопак, военный аналитик.